Всем привет и добро пожаловать на канал о вышивке Лаус Тичен. Сегодня будет видео о моем новом процессе вышивки, очень неожиданном для меня, работе, которую я не планировала вышивать. Сейчас я вам на экране телефона покажу, что именно буду вышивать в этом видео. Вот такую замечательную птичку. И это будет моя первая авторская схема, которую я буду вышивать. Совсем недавно, на днях, в середине апреля 2018 года, я нашла для себя новую группу ВКонтакте, новую для себя группу со схемами вышивки примитивов The Bluebird Needleworks. И никогда я раньше не вышивала ни примитивов, ни авторские схемы, но сразу, как я увидела этот замечательный сюжет, я поняла, что обязательно хочу вышить эту работу, и причем как можно скорее. Обязательно я оставлю в описании к этому видео ссылку на группу, ссылку на эту схему. Она сейчас находится в альбоме с бесплатными схемами. И более того, сейчас, а именно с 1 апреля по 31 мая до 23 часов 59 минут в этой группе проходит совместный отшив этого сюжета с лазурной птичкой. И оставлю тоже ссылку на публикацию в этой группе со всеми правилами участия. Всем, кому интересно, вы сможете посмотреть. И думаю, что и дизайнеру, и Вите Прасоловой будет очень приятно, если еще кто-то из моих зрителей заинтересуется этим прекрасным сюжетом. Также хочу сказать, что мне очень понравилось, как Ивито презентовала свою схему и представила идею, историю создания своей работы. Я написала ей, чтобы спросить разрешение, могу ли я в своем видео рассказать об этом. И, к счастью, получила достаточно скорый положительный ответ. Но думаю, что рассказывать эту историю будет намного интереснее, а вам слушать и приятнее, смотря на уже отшитую работу. А сейчас давайте перейдем к моей подготовке, которую я начала уже на следующий день, после того, как увидела этот замечательный сюжет. Итак, вы сможете в файле со схемой, которая размещена в PDF формате, найти как цветной вариант схемы, так и черно-белый. Я распечатала себе черно-белый вариант схемы, но посмотрю, может быть, я и попробую тоже первый раз в этой работе вышивать с экрана компьютера или телефона по цветному варианту. А размер будущей работы будет 80 на 80 крестиков. И еще хочу особенно обратить внимание на то, что в этой работе дизайнер предлагает два ключа к схеме. Один выполненный в нитях ручного окрашивания, и второй в обычных мулине DMC. Но поскольку у меня сейчас не так много времени, а хочется побыстрее приступить к вышивке работы, я буду вышивать DMC. Сейчас тоже буду приступать к этому этапу подготовки. Здесь всего получается в схеме. Семь различных значков, но если вышивать этот дизайн в DMC, то вам потребуется 8 различных цветов мулине, а так как в работе именно в ключе DMC представлены два бленда. У меня дома нет полной палитры ниток DMC, но есть некоторый запас от вышитых уже схем Golden Kite, и есть некоторый запас, купленный вперед для будущих работ. И я была очень счастлива и приятно удивлена, когда оказалось, что все цвета необходимые на этот дизайн у меня есть дома. Да, мне пришлось занять несколько ниток из своего процесса Golden Kite апельсиновое дерево, и еще несколько моточков ниток из одной будущей работы по схеме Heaven and Dirt Designs. Но приступать я к ней буду еще не скоро и смогу заново докупить эти ниточки. А сейчас для меня наступает следующий очень приятный этап подготовки к работе, тоже новый для меня этап, это выбор основы. У меня не так много основ для вышивки, и я еще даже на данный момент пока не определилась, на конвей я буду вышивать, или на ткани равномерного переплетения, но я пока достала и приготовила все возможные ткани, какие хоть как-либо могут подойти к этому дизайну. Сейчас быстренько вам их покажу, потом выберу несколько наиболее подходящих, и уже приму решение, какой именно станет эта ткань. Но давайте сначала я покажу, какие варианты у меня есть с конвой. Во-первых, есть у меня вот такой вариант, это Аида 20, вот артикул вы можете видеть, он был указан в магазине, и это цвет в горошек. Этот цвет мне очень нравится, я изначально покупала этот материал на другую работу, но скорее всего сейчас я выберу не эту ткань, потому что горошек мне показался лишним все-таки для этого сюжета. Далее есть у меня несколько бежевых вариантов, есть у меня вот такого светлого оттенка Аида 18 каунта, такого же оттенка Аида 16 каунта, также в 16 каунте у меня есть вот такой чуть более желтый оттенок, хотя по артикулу они одинаково обозначены как 264, но это в данном случае конва Нетсвайгард, скорее всего я ее не буду использовать в этом процессе. Еще у меня есть два варианта в 14 каунте, это вот такая Аида под лен, немножко в серых тонах этот оттенок, и вот такая Аида 14 каунта, уже бежевато-желтого тона. И есть у меня 4 варианта ткани равномерного переплетения, это один лен Кэшел 28 каунта, вот такой его артикул, он тоже такой светло-молочный оттенок, и есть еще вариант белой линды, и два цвета в Лугане 25 каунта. Вот такой цвет винтажный оттенок, и вот такой замечательный цвет, ванильный. Недавно приобрела этот отрез, этот цвет мне очень нравится, и уже несколько дней я тоже активно выбираю, что именно вышивать на ткани этого цвета. Но сейчас я еще раз подумаю, взвешиваю все варианты, поприкладываю цвета ниток, так как мне кажется, что все-таки на более светлых тонах цвет икрю, который самый светлый здесь, может потеряться, чего бы мне не хотелось. Покажу вам промежуточный этап выбора основ, пока я остановилась на трех претендентах, на двух видах, Аиды 14 каунта, и на Лугане 25 каунта. Сначала я думала, что скорее всего подойдет этот цвет, он подлен, и на такой конве я уже вышивала, но все-таки мне кажется, давайте сейчас приложим ниточку цвета икрю, что она может потеряться на этом оттенке. И то же самое, мне кажется, относится и к вот этой основе тоже, Аиде 14 каунта. И скорее всего, я уже приняла решение, что эта работа будет выполнена на Лугане 25 каунта винтажного оттенка. Недавно я приобрела эту ткань, оставлю ссылку на видео о покупках, где я показываю ее. Это были покупки за февраль 2018 года. И сейчас давайте я вам еще раз покажу фотографию, которую приводит дизайнер в схеме. И в схеме указано, что вот эта птичка вышита на линии 36 каунта тоже винтажного оттенка, винтаж Мока. Но я сравнила номера артикулов. Этот цвет, который у меня в Лугане, не идентичен, потому что оригинальная работа выполнена на Эдинбурге 3217 дробь 3009. А у меня здесь указан артикул 3835 3009. Но все-таки мне кажется, что у них есть общее, хотя, судя по фотографии, надеюсь, что там цвета передаются достаточно корректно, мой отрез выглядит чуть более темным. И тоже мне будет немного волнительно приступать к этой работе, потому что на Лугане 25 каунта я еще не вышивала. Но в принципе на 25 каунте я сейчас вышиваю гапеллен от Лукаэс смолящиеся руки. И пока у меня еще тоже есть сомнения, как именно я буду вышивать. Через одно переплетение основы или через два. В оригинальном отшиве, который представлен в схеме, работа выполняется на 36 каунте через две нити. Я посчитала при помощи калькулятора конвы, что если я буду вышивать на 25 каунте через одну нить переплетения, то работа будет примерно 8 на 8 см. То есть совсем небольшая. А если я буду вышивать через две нити основы, то размер уже получится 16 на 16 см. Такой итоговый размер мне нравится больше, но не знаю, будут ли хорошо смотреться, насколько будут крупными крестики через две нити на 25 каунте. А для сравнения могу сказать, что вышивка на 14 каунте получилась бы 14,33 на 14,51, а например на 18 или на 36, как и вышитая эта птичка, в оригинале 11,15 на 11,29. Ну а в крестиках это 80 на 80, как я уже и сказала. Ну, сейчас я с вами ненадолго попрощаюсь, но видео на этом, конечно же, не заканчивается. Я хочу показать весь процесс вышивки и рассказать историю этой схемы в одном видео. Но сейчас я буду организовывать мулине и сделаю несколько пробных крестиков, чтобы определиться, как мне больше понравится вышивать через одну нить основы или через две. И мне захотелось в этой работе использовать красивый органайзер для мулине. И в прошлом году я покупала вот такой органайзер. Он, конечно, не совсем, мне кажется, соотносится с этим сюжетом, но все-таки достаточно красивый и интересный. Это органайзер от фирмы Буратини РТО. И тоже ни разу, пока видите, им не пользовалась, пока он ждал своего часа у меня в упаковке. Ну, увидимся уже в следующем кадре. Сейчас вы видите перед собой развернутый отрез ткани Луганы 25-го каунта, на который я буду вышивать свою работу. У меня отрез большого размера 40 на 50 сантиметров, но чтобы ни в коем случае не ошибиться с размерами ткани, я решила, что вырежу из этого большого куска работы свою вышивку только после ее полного завершения. А сейчас я покажу вам свои результаты проб крестиков. Вот так, надеюсь, что вам будет видно. Я выполняла эти крестики цветом и крю, именно тем цветом, который самый светлый и который мог быть не виден на более бледных оттенках тканей, когда я осуществляла выбор тканей. И вот сначала вот здесь, на вот таком участке, я попробовала выполнять крестики через одно переплетение. Они достаточно мелкие, и достаточно сложно было иголки проходить через отверстие ткани. А затем вот здесь, так, надеюсь, вам видно, я попробовала крестики через две нити основы. И рядом, вот здесь вы видите, выполнены три ряда по три крестика через две нити, а рядом еще один вертикальный столбик в шесть крестиков через одну нить, чтобы можно было сравнить размеры двух вариантов вышивки. Но все-таки я решила, что буду вышивать всю работу через две нити основы. Мне интересно попробовать этот способ. Я, как вы знаете из моих предыдущих видео, еще не вышивала на тканях равномерного переплетения. Самый мелкий каунт, с которым я работала, был 25-й, но это гобеленовая сетка, и там техника вышивки, соответственно, другая. Сначала я думала, что мне через две нити основы будет вышивать еще сложнее, чем через одну, потому что нужно несколько по-другому представлять себе точки прокалывания иглой ткани, но на удивление для себя я с этим справилась достаточно легко, и сразу с первых стежков через две нити не было никакой путаницы. Поэтому я решила, что пусть моя работа будет еще более крупной, то есть чуть больше, чем 16 см по сторонам, меня такой результат устраивает. И также я отметила себе вот так вот красным стежком, красной ниточкой самый левый верхний угол работы, с которого я буду начинать вышивку. Я решила оставить ровно по 5 см запаса сверху и слева, точно так же будет справа и снизу. И я еще попробовала на этой работе немножко разметки, а именно отметить только один угол с самым исчезающим маркером прим. Сейчас я вам его покажу. Это новый для меня маркер. И действительно, видите, прошло совсем немного времени, не больше 15 минут, прежде чем я после проведения этой линии стала снимать для вас видео, а маркера почти нет. И такой результат меня радует. И прежде чем приступать, я, как, думаю, вы поняли, раз отметила себе левый верхний угол, буду тоже с левого верхнего угла, чтобы не сбиться в высчитывании нитей на этой ткани. Особенно с учетом того, что сейчас передо мной отрез ткани, намного превышающий, необходимый для вышивки сюжета, тоже никогда не пробовала вышивать с левого верхнего угла. Ну, о своих первых впечатлениях, первых крестиков я вам расскажу несколько попозже, а сейчас покажу некоторую небольшую организацию, которую я буду применять в своей работе. Воспользуюсь вот такой коробочкой, двухуровневым контейнером от Прим. В первом верхнем отделении у меня находятся ниточки. Ниточки у меня частично на пластмассовых, пластиковых бобинках, частично на косточках. И вот этот деревянный органайзер, который мне напоминает палитру, особенно с уже привязанными цветами. Вот эта желтая шерстяная нить была приложена к органайзеру. Я решила ее пока не снимать и оставить как некоторое начало круга. И вот такие цвета будут присутствовать в моей вышивке. И особенно покажу вам вот эти два цвета, два бленда. И думаю, что лучше вам будет видно на оборотной стороне цвета дерева. Вот такие замечательные цвета, которые, мне кажется, очень хорошо должны сочетаться с винтажным оттенком луганы. Больные помощники вышивки я сложила в нижнее отделение коробочки, более вместительное. Во-первых, покажу ножницы, которыми я буду пользоваться в этом процессе. Это цапельки позолоченные. Мне кажется, они тоже очень хорошо сочетаются с цветом основы. Еще дополнительные косточки, так как у меня еще один моток ниток не организован на косточку. Еще есть повтор этого цвета на бобинке. Вот такая железная магнитная игольница DMC. Здесь у меня несколько золотых иголочек. DMC 26 размера. У меня из маленького размера иголок есть только такие, но думаю, что они тоже прекрасно будут сочетаться. Еще несколько у меня вот в такой пластиковой игольнице. И думаю, что для каждого цвета в этой работе я буду использовать одну иголку. Нить-вдеватель у меня будет прим. Вот с таким маленьким биндером. Я его уже давно использую, чтобы он не терялся на столе. Вот так выглядит этот исчезающий, самый исчезающий маркер от прим. Трик-маркер. И он светло-фиолетового оттенка. И у него очень тонкий носик, как у ручки. И он полностью попадает в одно переплетение 25 каунта. Это очень удобно. Тоже первый раз в этой работе воспользовалась именно этим маркером. И также у меня есть вот несколько маркеров для того, чтобы закрашивать схему. Черно-белый вариант схемы, который я распечатала. Но здесь я не могу сказать, что полностью уверена, что мне это понадобится. Но на всякий случай, если мне будет необходимо отметить что-либо на схеме, то воспользуюсь я каким-либо из этих маркеров. Ну, теперь я буду приступать к работе. И через некоторое время покажу вам свой результат. Итак, покажу свой первый результат. Я вышивала блендом двух голубых оттенков 931 и 932 цветами DMC. Начала с левого верхнего угла. И вот такая деталь вышивки у меня готова. Квадратик, в котором будет буква, инициал. И вот такая стилизованная веточка. Мне очень-очень нравится работать с этой схемой и с этими материалами. Этот результат демонстрирует готовую работу по высоте, именно какой размер будет по вертикали. И с этой достаточно большой частью работы, на мой взгляд, как мне, по крайней мере, казалось при первом взгляде на схему, что эта часть достаточно большая, я справилась всего лишь за полтора часа. И на данный момент я очень довольна своей скоростью вышивки на этой ткани. Вот мой первый результат. И думаю, что в следующем кадре покажу вам уже более крупные продвижения. И так получилось, что я очень быстро вышила замечательную птичку. Всего лишь за один день, за 7 часов времени. Но поскольку у меня уже сегодня поздний вечер, свою работу я покажу вам уже завтра с утра при дневном освещении. А пока хочу сказать для тех, кто, возможно, будет вышивать эту птичку, подсказать некоторую информацию по расходу ниток, с которым я столкнулась. Действительно, работа получается совсем небольшая. И напомню, что я вышивала ее на 25-м каунте через две нити переплетения. То есть достаточно много мне потребовалось ниток по сравнению с более мелкими каунтами. Но хочу обратить внимание, что, например, 844-го цвета нужно совсем немножко, даже меньше одной пасмы. Но когда я буду говорить про количество пасм, я имею в виду пасмы длиной в 1 метр. Такую нарезку я предпочитаю во всех своих работах. Дальше несколько цветов. Это 402-й, 632-й и 3752. Этих цветов мне хватило по одной пасме длиной 1 метр. А оставшихся цветов, это два цвета, использовавшихся отдельно. Но и крю только отдельно. А 3064 как отдельно, так и в бленде с 402-м. Так вот, даже с учетом использования в бленде, мне цвета 3064, так же как и экрю, потребовалось две пасмы. И так же я воспользовалась двумя пасмами, но даже можно было взять полторы, то есть по полтора метра бленд из двух голубых оттенков, 931-го и 932-го. Ну а сейчас вы уже увидите саму готовую работу. И вот так выглядит моя готовая птичка. И сейчас, как вам я и обещала, хочу привести слова из английской песни, песни Чарльза Стэнфорда на стихи Мэри Кольридж, которые послужили, по словам дизайнера Ивиты Прасоловой, для вдохновения, для создания этой замечательной лазурной птички. И. The lake lay blue below the hill, Орит, as I looked, there flew, Across the waters, cold and still, A bird whose winds the palest blue, The sky above was blue at last, The sky beneath me blue and blue, A moment ere the bird had passed, It caught his image as he flew. И. 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 Как вы. Могли услышать, эти стихи именно посвящены лазурной птичке A blue bird, которая и является центральной героиней работы. Также еще можно сказать по поводу символизма этой работы, лазурная птица является символом счастья и радости и является частой героиней примитивных сюжетов и сэмплеров. Также думаю, что вам интересно, почему на работе зафиксирован 1758 год. Этот год связан с биологической классификацией лазурных птиц. Именно в этом году знаменитый шведский систематик Карл Линей впервые дал научное название одному из подвидов лазурных птиц. И. Также. Дизайнер отмечает, что в левом верхнем углу расположена большая книжная буква B, что отсылает нас к старинным биологическим справочникам. И мне тоже вышивка напоминает страницу в старинной книге. И. Также еще хотела немного сказать об одном факте, произошедшем перед отшивом этой работы. За день до того, как я планировала начать эту работу, я впервые в этом году услышала на улице пение птиц. Скорее всего, это даже были соловьи, по крайней мере, очень было похоже на пение соловьев, которое я слышала раньше. Но. Меня очень удивил этот факт, что в Москве и так рано, в середине апреля, можно было услышать пение птиц достаточно поздним вечером, почти ночью, в тишине города. Конечно, это был не первый раз, когда я слышала пение птиц. Но мне показалось это очень удивительным, хотя действительно было несколько дней очень теплой погоды. И птицы могли уже проснуться и начать радовать нас своими трелями. Но это такой волшебный факт. Меня еще раз убедил в том, что мне просто необходима эта замечательная птичка. И теперь она у меня есть. Надеюсь, что вам было интересно посмотреть это видео. Возможно, вы узнали для себя что-то полезное. А также, если вам настолько понравилась эта птичка, как и мне, и вы хотите ее вышить, то не забывайте, что в описании я оставлю все необходимую информацию. и также информацию о проходящем до 31 мая совместном отшиве по этой схеме. Эта работа совсем небольшая. Я с ней справилась за один день. Но это тоже для меня удивительно. Я действительно рассчитывала справиться с работой быстро, но не предполагала, что мне на нее потребуется всего лишь 7 часов времени, особенно с учетом того, что раньше я не вышивала на такой основе и предполагала некоторые сложности для себя, которых, к счастью, не оказалось. Поэтому не забывайте проверять описание. Напишите, пожалуйста, свое мнение в комментариях по поводу этой работы. Мне будет очень интересно почитать. Спасибо всем большое за внимание. Спасибо за ваши просмотры. Не забывайте о возможности подписаться на мой канал, чтобы не пропустить новые видео, если вы этого еще не сделали. И до скорых новых встреч. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok